Торгаша поставили в армию для того, чтобы он ее распродал. Ну а когда продают, да еще торгаши российского пошиба, то они обязательно оставляют себе львиную долю любой прибыли от продажи вот этого государственного имущества. Мы все уже это прошли на гражданском уровне. Сегодня вся эта похабщина вернулась в армию и не самым лучшим образом. То, что случилось в Рособоронсервисе, это случится и во всех войсках, потому что все это везде есть. Самое главное, а зачем распродавать военные имущества? Только из-за того, что оно не нужно, потому что не нужна стала армия, потому что из 4,5 миллионов армия сократилась сегодня до 800 тысяч. Если я уж не военный человек, говорю о том, что как переформированы войска, так что они сегодня не обеспечивают никакой безопасности страны, что у нас границы не охраняются, то это будет мало сказано. Если брать вообще военные там разработки, во сколько раз мы уменьшили флот, авиацию, то мы сегодня вообще на уровне третьеразрядной страны, у которой только есть ядерный запас, который использовать, в общем-то, к счастью, нельзя, а вообще-то тактического вооружения у нас нет. И вот с приходом Сердюкова начались армейские реформы. В чем они выразились? В распродаже имущества. И вы понимаете, это какая хитрость. Это же ведь, вот у нас есть закон об экстремизме, там написано, что если общественная организация каким-то образом понизила обороноспособность страну, то это экстремизм. А вот если министр обороны понизил обороноспособность страны, он что, экстремистом не является, ведь он все равно сделал то же, что делают экстремисты. Так он закрыл половину военных училищ, он закрыл половину войсковых частей, и закрывал не с точки зрения понижения обороноспособности страны, а с целью извлечения доходов. То есть он продал, и это нормально в нашем государстве, продать, купить, ну, чаще всего продать. В результате у нас сегодня армейская наука вся развалилась и распалась, и то, что соединяют летное училище с училищем подводников, и говорят, что это все одно и то же, ну, мы все это уже давно проходили, это далеко не одно и то же. Но ведь он с собой привел для продажи военного имущества еще и всю свою налоговую когорту, которая уже зубы сточила на воровстве в гражданских учреждениях. Теперь они все появились, эти девочки, в юбках в Министерстве обороны, которые занимаются распродажей имущества. Сколько институтов, Академии Жуковского, сколько университетов военных закрыт, в том числе вот на Маяковского, бывшей военно-политической академии имени Ленина. Это все стоит колоссальных денег, и только вот эта жадность к деньгам заставляет понижать обороноспособность страны, распродавать и высшие учебные заведения, и, ну, соцкульт-быт и все остальное. Ну, я не могу сказать, что это укрепляет обороноспособность страны, если сегодня закрываются военные госпитали. Вот я депутат Астраханской Волгоградской областей. Там еще довольно три крупных военных гарнизона стоят. Закрывают абсолютно все госпитали. Для чего? А чтобы военные лечились в тех же гражданских поликлиниках, в которых лечатся все. Но там, извините, никакого лечения-то нет. И потом стационары лишаются. Для чего? Продать. Опять все для продажи. То, что их накрыли, Ну, вот то, что по публикации мы с вами знаем, ну, это, наверное, одна тысячная часть, то, что они разворовали на 3 миллиарда там имущества. Гостиницу продали, земельный участок с там, с комплексом. Это все копейки. Если копнуться глубже, то там половина армии продана. Там будет не на 3 миллиарда, а на 3 триллиона разворовано, потому что, ну, имущество довольно ценное в армии, особенно земельные участки, и особенно в таких столичных областях, как Ленинградская и Московская. Это все очень дорого стоит. Я не удивлюсь, что обнаружатые 3 триллиона кражи военного имущества. Не удивлюсь. Но меня удивляет еще и другое. Вот мы недавно рассмотрели бюджет на 2013 год и последующий год до 2015 года. Ну, с одной стороны, мы вот коммунистов все время говорим, что вот обороноспособность понижается, вот средства не выделяются. Сегодня как-то уже язык не поворачивается сказать. 24 триллиона на ближайшие десятилетку выделяют вооруженным силам, на перевооружение. В этом году выделено 1 триллион 800 миллиардов. На следующий год 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Ну, казалось бы, а чего еще нам говорить-то? Ну, наверное, на такие деньги вооружиться можно и кое-что закупить. Но когда я начинаю анализировать выполнение Рособоронзаказа, что-то не вяжется вот это желание повысить обороноспособность страны с тем, что делается на самом деле. Вот возьмите, в 2007 году Рособоронзаказ был выполнен на 60%. Восьмой год он был выполнен на 50%. Это был кризисный год. В девятом году Рособоронзаказ был выполнен на 30%. В десятом году он был выполнен на 17%. А в одиннадцатом году совсем не выполнен. То есть идет все по нисходящей. Чем больше дают денег на Рособоронзаказ, тем меньше идет выполнение. Тогда спрашивается, а куда же деваются эти деньги? Ведь это триллионы, порядка двух триллионов дают денег, ничего не выполняется, а деньги куда-то исчезают. Куда же исчезают эти деньги? Вот за 2012 год они говорили, что Рособоронзаказ будет сформирован где-то в июне месяце. Докладов об этом я не видел. На сайтах почему-то эта информация теперь снята. Но я чувствую, что вот сейчас в ноябре начнут подводить итоги и опять скажут, что мы Рособоронзаказ не выполнили. То есть воровство-то идет и на уровне распродажи имущества, и на уровне использования государственных средств. Счетная палата проверяла в прошлом году выполнение Рособоронзаказа и сделала вывод, что 60% бюджетных средств используются не по назначению. Но это очень культурно сказано. А я бы так сказал, наверное, разворовываются прямиком. Тогда уж надо в счетной палате конкретно залезать в военное министерство и до тех пор, пока всех жуликов оттуда не изымут, никакого Рособоронзаказа не будет и все эти наши бюджетные средства будут разворовываться и впредь. Жалко, потому что армия на сегодняшний день довольно в плачевном состоянии. Я говорю еще раз, я не военный человек, но то, что говорят военные, мы никаких вооруженных сил на сегодняшний день не имеем. Вот недавно Сердюков был у нас, это как раз накануне, когда у него выемка документов была, он отчитывался в Думе по военному министерству. Ну, он сказал, сколько там закупят самолетов, сколько вертолетов, сколько сделают кораблей, но я отслеживаю военно-промышленный комплекс, как он работает, мы не получим этого, потому что деньги до исполнителей не доходят. И естественно, мы не получим эту технику, о которой говорил Сердюков. Поэтому у нас есть верховный главнокомандующий, президент страны. Если он действительно намерен повышать обороноспособность страны, ну пусть он больше вникнет в деятельность Сердюкова, и может быть ему давно пора уже сидеть в Лефортово, а не управлять военным министерством. Я думаю, у нас найдутся и талантливые генералы, и адмиралы, которые действительно честно и спокойно займутся перевооружением нашей армии. Ну, тогда, наверное, и бюджетные средства надо будет выделять, такие, какие они сегодня есть, и использоваться они будут не на 60%, а на все 100%. Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено 5 уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих открытому акционерному обществу Оборонсервис подконтрольного Министерства обороны Российской Федерации. По данным следствия, должностные лица Министерства обороны выбирали из имущественного комплекса компании Оборонсервис наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе и в Москве. Затем, как правило, в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства, и после этого имущество продавалось по существенно заниженным ценам, аффилированным с компанией Оборонсервис коммерческим структурам. Причем особая дерзость и наглость зарвавшихся чиновников от Минобороны состояла еще и в том, что многие объекты недвижимости покупались за счет денежных средств, похищенных у самого же Оборонсервиса. Для того, чтобы был понятен общий масштаб коррупции, могу привести несколько примеров подобных сделок. Так, в Темрюкском районе Краснодарского края должностные лица Департамента имущественных отношений Минобороны, которые возглавляла госпожа Васильева, вначале незаконно изъяли из состава федеральной собственности и передали подведомственное иному предприятию в аренду земельный участок более чем в 3 гектара. Затем здесь за счет средств Минобороны был построен загородный комплекс более чем за 300 миллионов рублей. Ну а впоследствии этот участок был продан всего за 92 миллиона рублей. Государственный проектный институт, состоящий из комплекса зданий в центре Москвы, был продан по цене на 282 миллиона рублей ниже рыночной стоимости. Причем этот институт занимался проектированием объектов в интересах обеспечения обороноспособности страны. Еще 3 здания в самом центре Москвы и земельный участок под ними были проданы за 700 с небольшим миллионов рублей, что как минимум на 200 миллионов меньше рыночной стоимости. Ну а всем известная гостиница «Союз» и земельный участок под ней на университетском проспекте столицы была продана всего за 600 миллионов рублей, что в полтора раза дешевле рыночной стоимости. Итого, предварительный ущерб от реализации только 8 объектов недвижимости составил более 3 миллиардов рублей. Сегодня в рамках уголовного дела следователи проводят обыски и выемки документов в компании «Оборонсервис», допрашивают должностных лиц и выполняются другие неотложные следственные действия.